Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Сегодня мы начинаем с новости, которая потрясла не только всю Самару. В этот вторник во дворе дома на третьем проезде произошла трагедия. Женщина уронила с балкона ребенка. На место случившегося выехала наша съемочная группа. Вот что удалось выяснить Анатолию Головко. Сегодня в Октябрьском районе Самары произошла трагедия. По версии следователей, женщина 97-го года рождения уронила с балкона свою малолетнюю дочь. Девочка скончалась от полученных травм. Очевидцы происшествия опубликовали видео в социальных сетях, на котором отчетливо слышно, как ребенок кричит от ужаса «Мама, я боюсь». Через несколько секунд девочка падает с шестого этажа многоквартирного дома на землю. На месте трагедии работала съемочная группа телеканала «Самара ГИС». Вот что нам удалось узнать от женщины, которая проживает с подозреваемой в одном доме. Эту женщину я саму не знала. Потом я с утра в чате прочитала. Мы в шоке все были. Все там чуть ли не ревели с мамашками, с соседями. Ну и вот, естественно, полицию видели. Не сказать, что здесь неблагополучные какие-то. Потому что здесь площадка детская. Я всех, ну, как бы, вижу, знаю. Во время трагических событий в своей квартире находился Александр Луценко, который живет с подозреваемой в одном подъезде. Молодой человек сообщил, что спал и ничего не слышал. Он рассказал о людях, живущих в многоэтажке. По его словам, соседи никогда не шумели. Всегда вели себя вежливо. Да тихо, вроде все спокойно. По словам очевидцев, после падения девочки подозреваемая спустилась во двор дома и забрала ребенка. Маршрут женщины можно определить по следам крови, которые тянутся по тротуару в подъезд. Кнопки лифта и лестничная площадка тоже запачканы кровью. В настоящий момент следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». Женщину задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Мы будем следить за развитием событий. А теперь к другим новостям. Смотрите в программе. Награда для юных талантов. Глава Самары Елена Лапушкина вручила стипендии одаренным детям. Разносить газеты, а не коронавирус. Самарские почтальоны проходят вакцинацию против COVID-19. Самые надежные, предприимчивые и талантливые в Самаре проходят финал акции «Мужчина года». Принести продукты, выписать лекарства, помочь с уборкой и просто поговорить. В России отмечают День социального работника. Профессиональный праздник установили в 2000 году. Сегодня в стране насчитывается почти полмиллиона работников сферы социальной защиты населения. А те, кто нуждается в их помощи, 9,5 миллионов. Соцработников Самарской области поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что окружать заботой пожилых, помогать детям, многодетным семьям, людям с особыми потребностями, всем, кто нуждается в поддержке, может только человек с большим сердцем. Особенная нагрузка легла на соцработников в период пандемии. Глава региона поблагодарил всех сотрудников соцзащиты за высокую организованность, преданность делу, душевную теплоту и бесконечное терпение. Когда маленькие звезды зажигаются в сердце родного города, в столице региона прошла торжественная церемония вручения стипендии одаренным детям. 50 юных и талантливых ребят отметили наградами и премиями, которые вручила глава Самары Елена Лапушкина. Среди стипендиатов – школьники, спортсмены, воспитанники учреждений культуры и образования. С юными дарованиями познакомилась Ольга Павлова. Более сотни приемов и всего три струны. Этот инструмент звучит настолько многообразно, что, пожалуй, ни один другой с ним не сравнится. Рассказывает лауреат и победитель городских, общероссийских и международных конкурсов Федор Павлов. Родители подшучивают, мол, Федор с балалайкой родился, а сын не устает благодарить их за то, что еще в дошкольном возрасте они разглядели его талант и подобрали хорошего педагога. Родителям, конечно, спасибо огромное. Разнообразие стилей, игры, приемов и характеров просто поражает. Я чувствую этот инструмент с самого детства. Это мое. Как одаренный ребенок Самары, Федор был удостоен стипендии городского округа Самары. Вместе с ним наградами отметили еще 49 талантливых ребят столицы региона. Среди них дети и студенты до 25 лет. Музыканты, эстрадные и народные вокалисты, спортсмены, художники, воспитанники хореографических и цирковых школ. Награды стипендиатам вручила глава Самары Елена Лапушкина. Ребята, я вас поздравляю. Я желаю здоровья вам, здоровья вашим родным и близким. И, конечно, дальнейшим успехом. Прославляйте наш город. Будьте всегда вместе с Самарой. Молодежь хочет сказать, что у нас яркая, творческая, целеустремленная. И потом, я уверен, это будет примером и гордостью всей нашей Самары. Впервые стипендии одаренным и талантливым детям Самары начали вручать в 2012 году. За 7 лет этот вид поддержки получили 456 юных, но уже подающих большие надежды ребят. Разравнивают песок и готовят оборудование к установке. В Самаре продолжается обустройство городских пляжей. Работы стартуют планомерно. Подготовку города к открытию пляжного сезона обсудили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. Когда самарские пески будут готовы принимать отдыхающих, расскажут наши корреспонденты. Когда первые лучи солнца уже опустились на город, на Самарский пляж выезжает техника. Задача погрузчиков – разровнять песок, который сюда выгрузили с баржи. Иван Осипов уже седьмой год за рулем погрузчика. Говорит, задача несложная, но ответственная – обеспечить качественный отдых горожанам. Выравнивать, где ямы заваливаем, обновляем песок. Песок начали завозить после того, как очистили береговую зону. Общая масса песка, которую завезут на пляже – 17,5 тонн. После того, как планировку песка закончат, водолазы обследуют акваторию и очистят дно. Также специалисты установят пляжное оборудование – лавочки, раздевалки, деревянные настилы для маломобильных граждан. Сами самарцы уже с нетерпением ждут, когда городской пляж заработает в полную силу. Мы здесь очень любим гулять и всегда здесь очень хорошо. Я думаю, что это лучшее место в Самаре, где можно погулять. Также на набережной уже установлены спасательные посты. Всего их будет 14, 9 из которых располагаются в специальных модулях. На пляже в районе второй очереди набережной один из пунктов начал работу заблаговременно. Подготовку к купальному сезону обсудили на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары, которое прошло под руководством первого заместителя главы города Владимира Василенко. По всем пляжам выставили мы посты. А я имею в виду посты, это вот где будут стоять модули, где будут стоять, находиться сами спасатели, оборудование. И с 10 числа в полном объеме, независимо от того, что выставлено оборудование, не выставлено, спасатели уже будут дежурить. С 8 до 22. То есть для повышения уровня безопасности работу спасательных постов продлили на час. Песок уже завезли на первую и четвертую очередь набережной. В ближайшие дни выгрузку будут производить у загородного парка и на спуске с улицы Советской Армии. На вторую очередь песок будут высыпать после проведения Волга-феста в 20-х числах июня. Остальные пляжи будут готовы встречать гостей раньше. С 15 по 18 июня пляжи осмотрит комиссия с участием МЧС, а также возьмут пробы воды. Михаил Ермоленко, Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Также на совещании обсудили и вопрос подготовки города к зиме. Владимир Василенко напомнил, что в ближайшие выходные начнутся масштабные и трудоемкие работы по перекладке теплотрасс на пересечениях улиц Авроры и Печорской, Мариса, Тореза и Мяге, а также береговой и проспекты Кирова по направлению в город. Информацию об изменении движения и объездах можно найти на сайте городской администрации. Кроме того, еще через полторы недели на пересечении Новосадовой и Советской армии в рамках строительства двухуровневой развязки продолжится работа на водоводах. В пятницу 11 июня в Самаре проведут автоматизированное распределение свободных мест в детских садах на этот год. Родителям рекомендуют до 10 июня включительно проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг. Если обнаружатся неточности, внести изменения можно через МФЦ. О предоставлении мест родителям сообщат сотрудники детских садов, после чего в течение 10 дней нужно предоставить письменное согласие. Отказаться можно в офисах многофункционального центра. Если родители этого не сделают, ребенок не будет принимать участие в дальнейшем распределении свободных мест. Всю информацию можно получить на портале образовательных услуг. Адрес вы видите на экране. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Этим летом некоторые категории граждан смогут получить новые социальные выплаты. О ком идет речь? Новые выплаты положены беременным женщинам, семьям с детьми от 8 до 16 лет и родителям будущих первоклассников. Сейчас расскажу подробнее о суммах. Этим летом самарцы могут получить ряд новых социальных выплат. Но это коснется, конечно, не всех. С 1 июля материальную поддержку 6 350 рублей получат беременные женщины в трудном финансовом положении. Но для этого они должны успеть встать на учет до 12 недели беременности. Также в июле неполным российским семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно начнут начислять ежемесячное пособие в размере 5 650 рублей. Однако получить выплаты смогут те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов. Кроме того, ранее президент Владимир Путин предложил повторно выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом от 8 до 16 лет. Это касается родителей будущих первоклассников, которые отправятся в школу уже в этом году. Председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков направил письмо президенту с просьбой разобраться с индексацией пенсии работающим пенсионерам. Еще в апреле Федерация предложила замедлить повышение пенсионного возраста до трех месяцев за один календарный год, а также призывала проиндексировать выплаты работающим пенсионерам и поднять минимальный размер оплаты труда до 41 тысячи рублей. Однако правительство не одобрило ни один из предложенных законопроектов по этому вопросу и не предложило ничего со своей стороны. Напомню, что пенсии работающим людям перестали повышать еще пять лет назад. Поводом для этого назвали экономию бюджета пенсионного фонда. Как поддержать предпринимателей малоформатной торговли, которые хотят выйти из тени и наказать нелегалов, уходящих от налогов? Над этим работают депутаты Самарской губернской думы. Подробности расскажем в сюжете. Не снести, не уничтожить, а поддержать малоформатную торговлю. В Самарской губернской думе прошел семинар-совещание по размещению нестационарных торговых объектов. Опыт муниципалитета в губернии показывает, что львиная доля общего числа таких предпринимателей – за легализацию. В большинстве случаев им нужна компетентная помощь и советы. На это и направлена работа Комитета по промышленности, предпринимательству и торговле. Мы сейчас приняли уже решение, что мы продолжим работу именно над этим вопросом двумя комитетами. По местному самоуправлению и Комитетом по промышленности, предпринимательству и торговле. С привлечением правового департамента города. Потому что проблема на самом деле очень актуальная. И государству, конечно, от этого будет выгодно. Потому что незаконных предпринимателей, конечно, нужно выводить из тени, чтобы они не создавали такую вот нездоровую конкуренцию для тех предпринимателей, которые законопослушные. Но что делать с киосками, ларьками и палатками, которые легализовать не получается? Одни из них давно заброшены и мешают городскому благоустройству. Владельцы других просто уходят от налогов. К тому же некоторые нестационарные торговые объекты принимают вид капитального строительства. Здесь областные парламентарии прорабатывают вопрос о механизмах изъятия незаконного товара и сноса таких конструкций. Поступил законопроект от главы Октябрьского района по сносу незаконных объектов, носящих признаки капитального строения. Он принят в первом чтении. Я думаю, что в ближайшее время мы его примем во втором чтении. Согласна, что некоторые объекты можно посмотреть и можно дать им вторую жизнь. Но есть некоторые объекты, которые, в общем-то, никому не нужны. Они заброшены уже десятки лет. И вот именно под этим объектом этот закон примет. По итогам семинара подготовили предложения, которые депутаты возьмут в работу. Официальный курс доллара на 9 июня – 72,83 рубля, американская валюта потеряла 10 копеек. Евро – 88,64 рубля, европейская валюта снизилась на одну копейку. Нефть марки Brent – 70 долларов и 96 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. В городе стала доступна для оформления уникальная карта жителя Самарской области. Указания о внедрении этого проекта в финансовую систему региона еще ранее дал губернатор Дмитрий Азаров. Карта позволит получить как повседневные финансовые, так и социальные услуги. В числе первых новую карту увидел Михаил Ермоленко. Жительница Самары Татьяна пришла сегодня в отделение банка, чтобы оформить новый продукт – карту жителя Самарской области. Впервые услышала о ней еще в прошлом году и с тех пор ждала запуска проекта. Больше всего привлекли бонусная и скидочная системы для владельцев карт, а также удобный формат с необходимыми данными на оборотной стороне. Зашла буквально в пять минут, оформила карту, все рассказали. Смогу ей пользоваться и в общественном транспорте, и в МФЦ. Очень удобная карта. Желающий оформить карту должен взять с собой в отделение банка паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Изготовление и использование продукта будет полностью бесплатным. И покупки оплатить, и записаться на прием в поликлинику. Карта включает в себя функционал не только для повседневных трат, но и для получения различных социальных услуг. Банковский продукт будет содержать данные о владельце, включая номер транспортной карты, номер полиса обязательного медицинского страхования, дату рождения, фотографию владельца, а также уникальный идентификационный номер, который карта получит при выпуске и перевыпуске. Он защитит владельца от мошенников в случае, если продукт был потерян или украден. Сообщается в банк о блокировке карты. Соответственно, банк предоставляет нам информацию о том, что карта заблокирована. Мы у себя в инфраструктуре отмечаем, что вот этот ID, потерянная карта, его необходимо заблокировать до момента перевыпуска карты. Здесь никакой потери данных, и мы полностью гарантируем защиту информации при обмирании. То есть проект не запускается без необходимых мер по защите персональных данных. Кроме решения финансовых и социальных задач, для будущих владельцев продукта предусмотрели и программу лояльности. Оплачивая картой товары и услуги, держатель получит бонусные баллы и скидки у партнеров программы, которых сейчас больше 20. Это отели, магазины розничной торговли, барбершопы, аптечные сети, а также общепит. Кроме того, проект предусматривает отдельное мобильное приложение для карты, но управлять ей можно будет и через приложение банков-эмитентов. Массовый выпуск карты жителей Самарской области стартовал. Сейчас продукт можно оформить только в одном банке региона. Всего же банков-распространителей в перспективе три. Также уже совсем скоро продукт можно будет заказать через официальный интернет-портал, не выходя из дома. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 65 335 человек. Такие данные во вторник опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровел 61 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 62 359 пациентов. Самарские почтовики получили прививку от COVID-19 на рабочем месте. Вакцинацию провела выездная бригада медиков. Как самарские работодатели проводят иммунизацию своих сотрудников, расскажет Ольга Хомракулова. Бесплатно, добровольно и на рабочем месте. Самарские работодатели продолжают организовывать вакцинацию сотрудников от коронавируса. Почтовым работникам, например, без прививки никуда. Хоть почтальоны, хоть операторы ежедневно контактируют с большим количеством людей. Наши клиенты – это возрастная группа, которая находится в зоне риска по возрасту, а также по хроническим заболеваниям. В связи с этим хочется, конечно, обезопасить как и себя, так и своих сотрудников. Это можно сделать благодаря вот этой прививке. У нас 20 сотрудников, 10 уже привились. Вакцины могут получить все желающие сотрудники почты. Для этого в здании Самарского главпочтамта открылся временный пункт вакцинации. Прививки делают медики из выездной бригады районной больницы. Чтобы в почтовых отделениях не было простоя, прививают почтовиков по графику. К настоящему моменту порядка 400 сотрудников у нас уже вакцинировалось. И порядка 420 человек записалось в ближайшее время на вакцинацию. Тем, кто привился сегодня первым компонентом вакцины, второй этап прививки предстоит пройти через 21 день. Прививка формирует иммунитет против коронавируса и оберегает человека от тяжелых последствий инфекции. Всего в области прошли иммунизацию против новой коронавирусной инфекции уже больше 427 тысяч жителей. Из них свыше 345 тысяч завершили вакцинацию. От темпа вакцинации зависит, как быстро сформируется коллективный иммунитет и как скоро он станет защитой общества от распространения коронавируса. Ольга Хомракулова, Сергей Баскин. События. Внимание, цветы, теплые слова и подарки для сильной половины человечества. В Самаре подвели итоги акции «Мужчины года 2020». Конкурсная комиссия выбирала лучших в шести номинациях. Среди них мужчина-глава семьи, мужчина-защитник и мужчина-профессионал. Как и следовало ожидать, в церемонии награждения приняли участие представительницы слабой половины человечества. О том, какие слова звучали со сцены в адрес победителей, расскажет Ольга Павлова. Он скромно просит не называть всех своих титулов, званий и предпочитает не говорить о работе. У Константина Доладова пятеро детей, и это его главная жизненная ценность и приобретение. Сегодня победителю в номинации глава семьи вручают заслуженную награду. Но виновник торжества никак не смирится с тем, что получать ее в силу обстоятельств пришлось без самого главного в его жизни человека – жены. Это до мурашек по спине приятно, потому что это на самом деле колоссальный труд. Это труд не только мой, это труд всей семьи, труд моей супруги в первую очередь, потому что половина Леночки, наверное, все-таки это ее заслуга. Шесть номинаций и 29 победителей. Члены конкурсной комиссии выбирали лучших защитников, благотворителей, народных умельцев и руководителей предприятий. В последней номинации заслуженную победу одержал глава Самарского района Роман Рудюков. На вручении наград Роман Александрович появляется вместе с человеком, без которого, как отмечает сам, успешной карьеры и ежедневного вдохновения могло бы и не случиться. Жена Елена скромничает и держится немного в стороне. Сегодня все внимание лучшему мужчине года. Это такой кредит доверия от уважаемых женщин. Я думаю, что в будущем я не посрамлю это звание и принесу его через года дальше и дальше. Самых талантливых, активных, целеустремленных, заботливых отцов и грамотных руководителей, защитников, профессионалов своего дела, тех, кто обладает невероятной харизмой, обаянием и неравнодушием. Сегодня поздравляют с победой власти города и особые слова благодарности передают со сцены от главы Самары Елены Лапушкиной. От всего сердца поздравляю вас и желаю личного счастья, вдохновляющих идей и успешной реализации задуманных проектов. Продолжайте созидать, создавать, находить единомышленников. Глава городского округа Самара Елена Владимировна Лапушкина. Уже через несколько часов виновники торжества, победители конкурса «Мужчина года» вернутся к своим обязанностям. Откроют двери любимых офисов, встретят самых лучших коллег, обнимут детей и не раз еще дадут повод собой гордиться. Правда, находясь на церемонии награждения, некоторые из них то и дело вспоминают слова знаменитого Джона Леннона, который обронил однажды, что для каждого мужчины движущая сила – это женщина, и без нее даже Наполеон был бы обыкновенным простаком. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный связист, почетный гражданин Самары. Своё 95-летие отмечает Николай Пантелеевич Фоменко. С добрыми пожеланиями к имениннику приехала глава города Елена Лапушкина. К поздравлениям присоединилась и наша съемочная группа. Мэри Елчан расскажет подробнее. Здравствуйте, дорогой Николай Пантелеевич. Добрый день. Добрый день. С самого утра Николай Пантелеевич Фоменко принимает поздравления от семьи, друзей и коллег. Сегодня ему 95. Имя Николая Пантелеевича знакомо каждому, кто хоть как-то связан с самарским телевещанием. Ведь он тот, кто создавал телевидение в 63-м регионе. Заслуженный связист, при активном участии которого изображение сначала появилось на голубых экранах в Куйбышевской области, а затем, спуся чуть больше полувека, стало цифровым. Среди многочисленных наград Николая Пантелеевича есть и боевые. Он ветеран Великой Отечественной войны. Раньше я написал несколько книжек, вот, вон они лежат, между прочим, там, написал книгу о истории телевидения в Самарской области. Если бы не написал, никто бы не знал, кто делал, когда делал, а у меня все теперь есть. С днем рождения почетного гражданина Самары поздравила глава города Елена Лапушкина. Она поблагодарила Николая Пантелеевича за активную гражданскую позицию. Я желаю здоровья вам, вашим родным и близким. Спасибо вам за вашу ответственность, за тот труд, который был вложен и в город Самара в том числе. Сейчас Николай Пантелеевич увлекается историей своего родного города Острогожска, Воронежской области. Уже написал три брошюры. Вечерами рассказывает, любят сидеть за окном, наблюдать и фотографировать волжские закаты. Для того, чтобы снимать было еще приятнее, городские власти подарили имениннику сертификат на покупку профессионального фотоаппарата. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События. Свадьба плуга и земли. Именно так переводится с чувашского название весеннего праздника Акатуй. В начале лета чуваши широко и шумно отмечают окончание посевных работ и встречают жаркие дни. В Самаре торжество прошло в Доме дружбы народов. На праздники побывал Андрей Горгуленко. Нина Волкова с гармонию на «ты» уже больше полувека. Это семейная традиция. Ее мама играла на этом инструменте. Свое мастерство женщина развивала в селе Усаклы Клявлинского района. Признается, игра для своих земляков – одно удовольствие. У меня девчонки все певчие были в деревне. По этой части народ очень был, надо сказать, развитый. Не надо было никому. Пой вторым голосом, пой первым голосом. Мы все сами прекрасно. Достаточно было намек дать и все. Сегодня Нина Волкова играет в ансамбль «Хаваз». Коллектив принял участие в праздновании Акатуя. Это ежегодный традиционный чувашский праздник, посвященный земледелию и окончанию весенних полевых работ. Чуваши в этот день собираются для того, чтобы поздравить друг друга с приходом лета, встать в общий хоровод, спеть любимые песни и готовить традиционные блюда. Если наблюдать за этим праздником, то мы видим, что этот праздник проходит с песнями, с танцами, с борьбой. Кирижу называется. В Самаре тоже регулярно отмечают этот день праздничным концертом, который проходит при поддержке городской администрации и Дома дружбы народов. Благодаря им происходит взаимодействие между разными национальными коллективами. Благодаря этим праздникам происходит взаимодействие между неравнодушными людьми, активистами. И именно благодаря этому народы Самары лучше узнают друг друга. С песнями и номерами, которые прозвучали на концерте, артисты поедут представлять Самарскую область на фестивале чувашской культуры, который пройдет в Чебоксарах. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok